напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так к вам приходит сосед и говорит что в гастрономе товар выбросили что он имел в виду товар выбросили эта фраза которую советские люди понимали совсем не так как современники выбросить что-то означало выложить дефицитный товар на прилавок исчезал с прилавка в такой товар буквально за несколько десятков минут некоторые товары вовсе не попадали на прилавки и крутились на черном рынке ваш отец пришел домой и показал на руке написанный номер что означает этот номер неотъемлемой частью дефицита были многочасовые очереди иногда от знакомых продавцов узнавали что утром будут продавать дефицит и возле магазина выстраивалась очередь уже с вечера но чтобы не стоять всю ночь на ладони ручкой писали номера кто за кем а утром все вновь приходили в результате к утру на крыльце магазина собиралась толпа народа а некоторые занимали место только чтобы потом его продать какой товар продавался в ссср под названием и него спутник восход балтика ладос советские лезвия для бритвы считались эталоном качества они изготавливались из тонкой стальной ленты с 13 процентами хрома и минимальным содержанием углерода что придавало лезвием особую остроту и устойчивость к коррозии сколько в советские времена стоила плетеная сумка авоська плетеные сумки авоськи были в каждой советской семье сегодня образами с сумками авоськами полны модные журналы этот аксессуар в тренде и находится на пике популярности авоськи с сумкой внутри представлены в последней коллекции бренда ведь ему для сравнения стоимость авоськи в ссср в семидесятых годах около 30 копеек брендовая вещь ответим о в 2022 году 3450 долларов как назывался московский магазин с дефицитными товарами из германии в 1965 году в москве на ленинском проспекте был открыт магазин лейпциг с дефицитными товарами из германии кож галантерея одежда чулочно-носочные изделия нижнее белье игрушки товары для дома легендарный сервиз мадонна чего там только не выбрасывали чтобы купить желаемое людям приходилось выстаивать огромные очереди что для советского человека семидесятых годов означали цифры 362 в начале семидесятых годов цифры 362 советским гражданам были знакомы больше числа пи в мае 1972 вышло постановление цк кпсс и совмина ссср о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма тогда же водка подорожала до 3 рублей 62 копеек в свободной продаже остался всего один ее сорт именуемый в народе коленвал на этикетке надпись водка была выполнена наподобие коленчатого вала сколько в шестидесятых восьмидесятых годах стоил такой лак для ногтей лаки для ногтей начали выпускать в тридцатых годах пионером была фабрика северное сияние позже на этот рынок вышла московская фабрика гримировальных товаров у советских лаков была низкая стойкость и ограниченная цветовая палитра стоило это удовольствие 40 копеек за флакон как назывался первый стиральный порошок советского производства появившийся в продаже в магазинах до определенного момента лучшим средством для стирки считалось хозяйственное мыло а в 1953 году был выпущен первый синтетический стиральный порошок новость он был изготовлен на основе гидрогенизированного жира китообразных как называется эта посуда на фото с которой советские граждане ходили за молоком и даже за пивом это эмалированный бидон это трехлитровая емкость в советские времена использовалась повсеместно и широко поскольку с ней можно было ходить как за жидкими так и засыпучими продуктами вроде сахарного песка соли и круп но больше всего бидоны использовались для походов за молоком квасом и пивом для чего в советских магазинах использовали это приспособление из проволоки это металлический проволочный ящик для перевозки молочной продукции и пустой тары в ссср а встретить такие ящики в союзе было вовсе не проблема за любым магазином где торговали молоком они ставились один на другой образуя пирамиды что продавалось в такой стеклянной бутылке под названием лада шампуни в ссср продавались в основном в стеклянных флаконах одним из самых популярных был шампунь лада желтого цвета он хорошо пенился отлично промывал волосы обладал приятным ароматом стоил флакон такого шампуня 75 копеек как в продаже назывались такие детские тапки это чешки такие тапки с красивым названием трудно натягивались на ногу даже несмотря на резинку и имели очень тонкую подметку любая неровность чувствовалась сквозь нее но сидели на ноге надежно не сваливались во время танцев и занятий поэтому их покупали именно для занятий в детском садике и для хореографических кружков что продавали в этой металлической коробочки в таких коробочках продавали тахинно-ванильную халву под названием лайка ее продажи были начаты в начале 60-х годов 20 века халва названа в честь первой подопытной собаки лайки побывавший на орбите 3 ноября 1957 года в каком году в ссср началась продажа кроссовок adidas в 70-х годах началось некоторое потепление в отношениях ссср и стран запада были заключены договоренности о сотрудничестве с иностранными компаниями одной из которых стал спортивный бренд adidas в 1979 году на экспериментальном комбинате спорт а позже также в тбилиси ереване и киеве начали выпускать отечественные адидасовские кроссовки их было практически не достать разве что с большой переплатой у спекулянтов но качество было отменным сколько в 60-е 80-е годы стоила кружка разливного пива чтобы получить заветную пол-литровую кружку пива за 24 копейки советским мужчинам приходилось выстаивать длинные очереди к киоску или стойке пивной поэтому брали сразу по две-три кружки если пиво продавалось на вынос то брали бидонами или бутылями под каким названием в советских гастрономах продавали этот шоколадно-ореховый торт в 60-х годах луганские кондитеры придумали необычный десерт состоящий из шоколада и орехов он производился без выпечки и не содержал ни грамма муки первый секретарь луганского обкома партии распорядился начать выпуск этого десерта под названием торт шахтерский на местном уровне продукт имел огромный успех люди которые приезжали в командировку на донбасс первым делом старались разыскать этот дефицитный торт чтобы привезти его домой в качестве презента что это за стеклянный конусный прибор который можно было встретить в советских гастрономах если стеклянный конус перевернуть острым концом вниз то получится аппарат для разлива сока стояли эти аппараты в гастрономах по несколько штук в ряд и в них наливался разный сок из трех литровых банок случалось что рядом стояли 1 2 колбы поменьше размерами и цилиндрической формы наполненные сиропом что в ссср продавали в таких железных коробочках в таких железных коробочках продавались мясные бульонные кубики изготовлены из высших сортов мяса овощного экстракта сахара жира соли мускатного ореха и картофельного крахмала многие советские хозяйки знают что эти маленькие металлические коробочки очень туго открывались что это за крупа которая свободно продавалась в советских магазинах а сейчас в дефиците и очень дорогая это сорга во времена ссср эта крупа лежала на витринах всех бокалейных отделов и магазинов сорга сейчас возделывают по большей части в африке а у нас его почему-то уже не выращивают в магазинах молодежь его часто путает с пшеном а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа какие советские товары в данном коротком ролике не были в дефиците и свободно продавались а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok